Школьники словно завороженные повторяют английские слова за новым учителем. Оно и понятно, за 17 лет преподавания Денис Андреев научился находить подход к любому ученику. Правда, эту осень педагогу пришлось встречать в новой школе. Покинуть родной Северодонецк и переехать в Самару он с семьёй решился, когда военные действия подошли слишком близко к их городу. По интернету, предполагая о том, что у нас идёт наступление, идут атаки авиационные, даже были удары по городам, я выложил своё резюме в интернет, и Маслянкин Николай Александрович, директор школы номер 23, нашёл меня по интернету и предложил работу в Самаре. Я приехал с семьёй, со мной моя жена, ребёнок маленький и мама. Пока всю семью разместили в общежитии Куйбышевского района, рядом со школой. Помогли устроить дочь в детский сад и оформить необходимые документы. Сейчас Андреевы подыскивают съёмное жильё. Таких переселенцев в регионе почти 6 тысяч. Одна шестая из них до сих пор находится в центрах временного размещения, говорят в городской службе занятости. 390 граждан Украины мы трудоустроили, часть граждан вернулись на родину, осталось на сегодняшний день 407 человек. Работа найдётся для всех, было бы желание, заверяют в центре занятости, а желание у Андреевых огромное. Теперь свою жизнь они связывают только с Самарой и уже подали документы на оформление гражданства. Анна Шорина, Алексей Ногинский, специально для 63.ру.